Проблема будущего науки всегда вызывала большой интерес, и не только у ученых. При этом, как правило, имелась в виду та часть науки, которая определяет картину мира и связанное с этим мировосприятие. Исторически сложилось, что главным образом вклад в формирование картины мира на протяжении четырех последних веков давала фундаментальная физика. А в настоящее время это самый ее передовой раздел квантовая физика. Но время от времени возникала тема кризиса науки и поиска путей выхода из него. Об этом размышляли ученые, историки науки, философы, социологи и многие другие специалисты сферы интересов, которых связана с развитием научной области знания. Как правило, причиной этого служило появление экспериментальных фактов, которые наука на тот момент не могла и не была в состоянии объяснить. Предыдущий кризис наблюдался в начале 20 века при возникновении квантовой физики. Сейчас происходит нечто подобное. Поэтому прежде чем говорить о путях становления науки будущего, необходимо посмотреть на ее современное состояние. Каковы ее достижения и какие наметились тупики в развитии. Готовясь к докладу, я просмотрела, какие основные достижения науки конца 20-го и начала 21-го веков наиболее часто звучат в информационном пространстве. Некоторые из них приведены на слайдах, которые я так быстро пролистаю. И сразу хочу оговориться, что выборка неполная и субъективная. И не буду здесь останавливаться на конкретных деталях. Просто хочу отметить, что вот из этого перечня и того, что в него не вошло, вытекает такой вывод. Мы имеем очень стремительное развитие прикладной науки и технологий, по идее, которые направлены на улучшение жизнедеятельности человека и его среды обитания. Хотя здесь есть и определенные, даже, пожалуй, не тупики, а риски их использования не на пользу человечества. Некоторые достижения, по сути дела, кажутся фантастикой. Тем не менее, это уже реалия сегодняшнего дня. И темпы вот этого технологического прогресса нарастают. Вместе с этим нарастает и вероятность использования этих достижений во вред человечеству, планете и ближайшему космосу. О вариантах такого пагубного использования вот таких вот технологических достижений существует масса предсказаний у фантастов, таких как Брэдбери, Азимов, Стругацкий. Эта тема очень широко представлена и в огромном количестве фильмов ужасов и фильмов катастроф. Поэтому бурный прогресс в этой области наук вряд ли можно считать, безусловно, положительным приобретением человечества. Иначе дело опостоит в области фундаментальных наук, назначение которых приносить новое знание о строении законов Вселенной, космоса, макромира и материи микромира. Сейчас в фундаментальной физике и космологии больше нерешенных проблем и необъясненных фактов, результатов наблюдения и экспериментов, чем новых теорий и их объясняющих. Особенно наглядно это видно на примере гипотетической черной материи, открытой в 80-х годах XX века, и не менее таинственной темной энергии, открытой в 90-х годах. Ни та, ни другая, пока не получили удовлетворительного, однозначного объяснения ни в теориях, ни в наблюдаемых астрономических фактах. Но наиболее число открытий, прошедших и не прошедших, проверку временем, преподает сейчас на квантовую физику. В этой сфере трудятся почти все физики, теоретики мира. Большой андронный коллайдер позволяет проводить такие эксперименты, которые и не снились физикам XX века. И многое ждали, например, от открытия бозона Хиггса. Это самый фундаментальный из фундаментальнейших частиц, которые, как когда-то еще говорил Ленин, электрон также не исчерпаем как атом. Так вот, этот бозон Хиггса не принес ожидаемого результата. И получилось, что огромное количество уже появившихся новых экспериментальных данных еще больше осложнило жизнь физикам-теоретикам. Потому что старые теории и новые данные недостаточно объясняют друг друга. А новых гениальных гипотез пока не видно. Как сказал об этой ситуации один из физиков Андрей Буров, с самого рождения первой физической теории, небесной механики Ньютона, никогда еще не было, чтобы в течение полувека не была подтверждена ни одна фундаментальная теория, за это время сформулированная. Так что за блеском феерического пира фундаментальной физики перед ней замаячил призрак грядущей нищеты. В наше время в научной дискуссии постоянно идут дискуссии о проблемах, существующих в современной науке и перспективах их преодоления. И высказываются мысли, близкие идеям живой этики. Анализируя зачастую полярные взгляды ведущих мировых ученых на будущее науки, физик и историк науки Геннадий Горелик пишет, «В обоих прогнозах нынешняя научно-оптимистическая картина мира стала бы неадекватна состоянию науки. Тогда, вероятно, потребовалась какая-то иная картина мира имеется в виду, и, возможно, пригодились бы иные неевропейские парадигмы». Это перекликается с мыслью Владимира Ивановича Вернадского, которую он высказывал во многих своих трудах о важности для современного научного мышления логической мысли Востока. Он утверждал, «Мы увидим позже, что новые области естествознания в области философии Востока встречают более важные и интересные для себя наведения, чем философия Запада». Для философии Востока, безусловным, было всегда признание существования в мироздании некой высшей силы, которая в разных течениях приобрела разные формы. Но и в дискуссиях некоторых представителей современной науки тоже проскальзывают мысли о необходимости для успешности научного познания, устремления к чему-то высшему. Альберт Эйнштейн в свое время назвал это стремление к космическим религиозным чувствам. По свидетельству биографа Андрея Дмитриевича Сахарова Геннадия Горелика, Сахаров не мог представить себе вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и ее законов. Ученый предвидел, что традиционное противопоставление мышления религиозного и научного найдет глубоко синтетическое разрешение на следующем этапе развития человеческого сознания. Крупнейший российский физик, академик Борис Викторович Рошенбах, отмечал, для целостного же восприятия мира следует, что наука и религия не противоречат, а дополняют друг друга, точно так же, как искусство не противоречит науке, а дополняет человеческое восприятие мира. Эти мысли ученых перекликаются с идеями живой этики о синтезе способов познания, необходимым для истинного постижения реальности. Живая этика прямо говорит о новом типе мировоззрения, космическом, синтетически соединяющем в себе и научные методы познания, и наилучшее накопление религиозного опыта, и постижение реальности через искусство. Религия и наука, говорится в живой этике, не должны расходиться в своей сущности. Все великие открытия человечества не будут исходить от огромных лабораторий, но будут находимы духом ученых, которые обладают синтезом. Опираясь на идеи живой этики, Николай Константинович Рейх сформулировал особенности познания реальности через искусство. Искусство. Об этом же говорил и Альберт Эйнштейн. Наши моральные установки, наши чувства прекрасного и религиозные инстинкты помогают нашей мыслительной способности прийти к ее наивысшим достижениям. Вот здесь чувство прекрасного как раз и есть то проникновение в тайны природы, именную логику, о которой писал Рейх и который открывает исследователю эти новые горизонты знания. Но важно отметить, что на первом месте Эйнштейн поставил моральные установки, ибо от того, каковы моральные установки ученого, будет зависеть не только продуктивность его творчества, но и польза или вред от всей его деятельности. И это тоже согласуется с парадигмой новой науки живой этики. О чувстве прекрасного как критерии правильности теорий и научных экспериментов очень интересно говорил в своей книге «Дух науки» физик, лауреат Нобелевской премии Джорд Паджет Томпсон. В физике, как и в математике, ощущение большой красоты возникает в том случае, если теория способна охватить на первый взгляд очень разрузненные явления и показать их тесную связь, либо объединить разные аспекты одной и той же проблемы. Автор связывает красоту теории с ее обобщающим характером, который возможен только при целостном подходе. Более того, он рассматривает научный эксперимент как вид искусства и выдвигает требования его согласованности с законами природы. Это выводит научный эксперимент на уровень высокого духовного творчества, как это и должно быть в науке будущего. Здесь мы также видим безусловные параллели с живой этикой, в которой критерию красоты отводится одно из важнейших мест. В живой этике, в трудах Рейрихов, ученых-космистов и Людмиле Васильевне Шапошниковой показано, что большое значение для познания реальности имеют интуиция и вдохновение. Все великие ученые в той или иной степени обладали ими. Современные ученые в подавляющем большинстве тоже признают вклад этих явлений в научное творчество, хотя многие считают их следствием опыта и труда. Но есть исследователи, которые считают, что вдохновение относится к ведомству высших сил, и что та особая сила вдохновения, что возносит к небесам фундаментальной науки, есть именно ответ творца Адепто, чье сердце охвачено, амор да и интеллектуалис. Это формулировка спиноза и означает интеллектуальную любовь к Богу. Есть и другие примеры общности подходов современной науки и живой этики. Все чаще используемые современными исследованиями категории ноосферный человек, ноосферное мышление, экологическое мировоззрение, аксиологически и этически очень близки к космическому мировоззрению живой этики. Здесь моральные, духовные, культурные аспекты деятельности ученых приобретают все большее значение. Именно во взглядах современного научного сообщества на науку будущего. Это напрямую связано и с проблемой ответственности ученых за направления и результаты своей деятельности, которая всегда волновала добросовестных ученых. Альберт Эйнштейн, Петр Капица, Нильс Борр, Джордж Паджет Томпсон писали об этом. В среде современного научного сообщества тоже ведутся широкие дискуссии об этических основах научных исследований и моральной ответственности ученых. Этим темам посвящено много публикаций, в том числе опирающихся на идеи представителей естественно-научной ветви русского космизма. Идеи, которые по своей сути совпадают с представлением живой этики о науке будущего и духовных и моральных качествах ее тружеников. Но практически все сходятся на том, что проблема не может быть решена в отрыве от всего общества, от его нравственного уровня и ценностных ориентиров. Но, к сожалению, не так много ученых осознанно или нет, интуитивно или по велению внутренних зловов, созвучных живой этики. Скажем так, их меньшинство. Для большей же части представителей современной науки, по меткому замечанию Людмилы Васильевны Шапошниковой, горизонт науки замкнулся на плотной физической материи, кроме которой для них больше ничего нет. Ни космического религиозного чувства Эйнштейна, ни интеллектуальной любви к Богу Спинозы, ни общих для всего сущего космических законов, о которых говорит живая этика. Людмила Васильевна в своих трудах, докладах, выступлениях много уделяла внимания, несоответствуя современной науке, тому образу науки будущего, который дает живая этика. Поэтому я не буду подробно на этом останавливаться. На слайде приведены несколько таких различий. Хочу прокомментировать последний пункт. О мотивации научных исследований опять-таки ведутся очень горячие дискуссии в современном научном сообществе. К сожалению, сейчас происходит далекий от нравственной мотивации процесс коммерциализации науки. Система грантов и формальных критериев оценки научной деятельности уводят науку из пространства духовного творчества в прокрустного ложа социального бытия. Конечно, даже при этом для многих, для большинства остается то, о чем говорят сами ученые – науку движет любопытство. Но любопытство как мотивация может быть разной природы. Пытливость как глубоко внутреннее сердечное чувство, присущее всем великим отцам науки, или интерес ума, ограниченные, как правило, очень узкой областью специализации. Казалось бы, что отличие состояния современной науки от парадигмы новой науки живой этики велико и труднопреодолимо. Но в живой этике даны пути решения этой проблемы. Как отмечает ведущий исследователь жизни и творчества наследия Рейрихов, в том числе и философия живой этики Людмила Васильевна Шапошникова, «Основная мысль учения заключается в том, что наука должна быть одухворенной, нравственной и, наконец, должна повернуться к изучению иных состояний материи, тонких энергий, внутренней, духовной структуры самого человека. Наука и те, кто в ней заняты, должны нести нравственную ответственность за все, что выходит из научных лабораторий. Иначе будет невозможно разорвать ту дурную бесконечность, которая может привести к гибели человечества и планеты». В приведенном фрагменте сформулированы три основных задачи, без которых невозможно дальнейшее успешное развитие науки – изучение иных состояний материи, изучение тонких энергий, изучение внутренней духовной структуры самого человека. В книгах живой этики много говорится об актуальности исследования научными методами всех этих явлений и состояний материи, и описываются особенности методологии их изучения, зачастую сильно отличающиеся от принятой современной наукой. И прежде всего это синтетический подход к осмыслению всех явлений, духовный синтез систем познания. При этом происходит переход сознания исследователя на более высокий уровень, позволяющий видеть ранее сокрытое. Чем выше сознание, тем более целостно воспринимается реальность, что позволяет глубже познавать более сложные процессы и явления, так называемый целостный подход. Одна из важнейших задач будущей науки – изучение психической энергии. Елена Ивановна Рейрих писала, «Именно нахождение законов психической энергии поможет установить новое устроение жизни, которое раскрепостит и разрешит многое. Связь миров станет очевидной, и высшая мудрость утвердится силой, ведущей и связующей все бытие. Для раскрытия всех этих качеств исследователь должен быть открыт для познания нового, следуя формуле Николая Кузанского, «Мы познаем лишь наше незнание». Пусть даже это новое не укладывается в прокрустово ложе современной так называемой точной науки. И об этических моментах. Конечно, трудно ожидать от ученых повышения нравственного уровня и ответственности в отрыве от состояния социума. Но кто же еще, как не ученые, музыканты, художники, представители творческих профессий, должны способствовать духовному и нравственному совершенствованию человечества? И еще мне бы хотелось отметить, что важное значение для понимания путей становления новой науки имеет изучение практического опыта Института гималайских исследований УРУСВАТИ, олицетворяющего, по словам Юрия Николаевича Рериха, восходящий свет новой науки. Итак, мы можем видеть, что если в среде современных широкомыслящих ученых вопросы перехода к новой науке будущего только начинают осмысливаться, то в философии живой этики и трудах ученых-космистов можно найти конкретные пути и методологию той новой науки, которая будет свободна от кризисных явлений современной науки и откроет новые горизонты познания. Спасибо.